Как и обещалось в прошлый раз, построим конформное отображение полуплоскости на прямоугольник Произвольный. Чтобы красивую формулу написать, давайте вот таким образом рассуждать. Сейчас я скажу как. Сначала отобразим Полуплоскость на прямоугольник так, чтобы три вершины соответствовали 0,1 и бесконечность. Давайте вот в плоскости W у нас будет прямоугольник с одной вершиной в нуле. Две соседние вершины обозначим k и i на k штрих. Таким образом, k и k штрих это положительные вещественные числа. Тогда оставшаяся вершина вот как выражается. Ну и вот на этот прямоугольник P0 отобразим сначала верхнюю полуплоскость. Верхнюю полуплоскость какой-то функции φ. Так, чтобы точки 0,1 и бесконечность переходили в 0, k и вот эту вершину. Таким образом, вот что мне требуется. Чтобы 0 переходил в 0, 1 в k. Ну а бесконечность, чтобы переходила в вершину. Это можно по теореме Риммана и Каратеодоре. Такое отображение существует. Теперь мы, однако, хотим, чтобы бесконечность переходила не в вершину, поэтому сделаем следующее. Здесь извлечем корень. Здесь, соответственно, будет z квадрат. И рассмотрим отображение первого квадранта на прямоугольник. Вот это обозначим f. Пока это отображение на вот этот угольник. Тогда 0,1 и бесконечность отвечают тоже вершинам. Вот эта бесконечность здесь и здесь. Понятно, какое соответствие границ. И по принципу симметрии продолжим это до отображения полуплоскости верхней. Добавим левую половинку. Ну а здесь, естественно, добавится еще симметричная относительно образа мнимой оси, которой есть мнимая ось. Итак, давайте я теперь напишу о теореме Риммана и Каратеодоре. Существует комфортное отображение Фи верхней полуплоскости на П0 такое, что граничные точки 0,1 и бесконечность переходят в 0, К и К'. Возможно, придется сделать дробнолинейное преобразование здесь. Здесь, если при отображении задаваемом теоремой Риммана какие-то другие точки перешли в эти, то надо сделать дробнолинейное преобразование, переводящее три точки. Значит, возможно, после дробнолинейного преобразования Фи плюс на себя в плоскости Z. Чтобы добиться именно такого соответствия точек. Итак, такое отображение существует. Ну и теперь мы строим W равное F от Z. Тогда продолжение F от Z равное F от Z квадрата. Фи плюс по принципу симметрии. Фи конформно отображает верхнюю полуплоскость. То есть, конфорно отображает плюс на... Вдвое больший прямоугольник P. Можно даже написать, с какими вершинами достаточно этого. С вершинами плюс-минус K и плюс-минус K плюс ИК штрих. Причем бесконечность переходит в середину вершины. Причем плюс-минус K это, естественно, F от плюс-минус единицы. Причем F от бесконечности это ИК штрих. Это просто по конструкции. Обозначим прообраз вершины K плюс ИК штрих через единица на K. Где K маленькая? Где K маленькая? Какое-то число между 0 и 1. Это чтобы попасть в классические обозначения. Давайте я еще раз нарисую эту картинку. Уже оставлю только F. В плоскости Z у нас верхняя полуплоскость плюс. Тут точки 0 и 1 минус 1. Тут точка единица на K, которая переходит в оставшуюся вершину. А тут у нас вот такой прямоугольник P. Ну вот я нарочно выделю образ бесконечности. Это прямоугольник P. Тут 0 и К штрих. Вот этот прямоугольник. Отмеченные точки черными кружочками переходят в вершины. Ясно, что симметричная точка перейдет в эту вершину. Это F от 1 катой. Это K большое на F от 1. Это F от минус 1. Это по принципу симметрии F от минус 1 катой. Значит тогда F от минус 1 катой. По принципу симметрии. Вот теперь можно применить формулу Кристофеля Шварца. Мы знаем про образы всех вершин. И выполнены все условия формулы Кристофеля Шварца. Она дает формулу. Существуют константы C1 и C2. Значит существует... Да, кстати, 0 это F от 0, естественно. Существуют константы C1 и C2 такие, что F от Z имеет вид C1 на интеграл от 0 до Z. Ну а тут будет стоять произведение в степенях минус 1 вторая по всем вот этим отмеченным точкам. То есть Z минус 1 в степени минус 1 вторая. Z плюс 1. Z минус 1 катая. И Z плюс 1 катая. Плюс C2. Можно переписать это в эквивалентном виде. Да, можно сразу сказать, что C2 равно 0. Подставляя Z равное 0, видим, что C2 равно 0. Так как F от 0 равно 0. Интеграл, естественно, тоже в 0 обращается. Вопрос, пожалуйста. Да, причем именно в той формулировке, в которой мы ее в прошлый раз доказали. Там, если вы помните, бесконечность должна переходить во внутреннюю точку какой-то стороны, не в вершину. Вот для этого мы удвоили это. Да, чтобы бесконечность переходила во внутреннюю точку. Правильно. Спасибо. Ну а кроме того, это сейчас приведет к классической функции, называемой эллиптическим интегралом в форме Лежандра первого рода, которая и сама по себе заслуживает изучения. То есть обозначение мы подбираем так, чтобы получить вот этот классический вид. Итак, вторая константа в формуле Кристофеля Шварца нулевая, потому что подстановка Z равная 0, это дает. А первую можно переписать в таком виде, умножить вот на эту одну катую и написать другую константу C на интеграл, а тут DZ, ну и вот корень из единицы минус Z квадрат на единица минус K квадрат Z квадрат. Это вот и есть тот самый эллиптический интеграл первого рода в форме Лежандра. Причем под корнем можно понимать ветвь верхней полуплоскости, которая в единице равна нулю. Имеется в виду вот такой корень. где корень, простите, при Z равном нулю, чтобы принималось значение единицы. где корень из P от Z при P, вот то, что здесь стоит. Означает ветвь на односвязанной области, содержащей замыкание полуплоскости. Ну, я хотел бы написать на верхней полуплоскости, но это немножко маловато, потому что я же интегрирую, в том числе и для вещественных точек, мне надо чуть побольше. Поэтому одной верхней полуплоскости не хватит. Я возьму побольше односвязанную область, вертикально вниз из всех отмеченных точек проведу лучи. Вот это и будет моя односвязная область. А ясно, что корень из P от Z распадается на две ветви, и они отличаются знаком, и чтобы выделить одну из них, достаточно в одной точке задать значение. Ну вот мы и зададим, что корень из P от нуля равно единице, а не минус единицы. Этим однозначно задается ветвь. Ну и вот теперь основное утверждение, которое фактически доказано тем самым. Теперь мы немножко поменяем точку зрения и будем считать, что у нас C равно единице. Рассмотрим такую функцию. И скажем, куда она конформно отображает верхнюю полуплоскость. Итак, да, конечно, здесь C больше нуля, разумеется, некоторая константа, потому что при близких к нулю положительных значениях Z, если Z вот здесь, ясно, что этот интеграл положительный, и F от Z тоже положительный, значит, C это положительная константа. C больше нуля, новая константа. C больше нуля, так как F от Z больше нуля при Z на интервале от нуля до единицы. Вот. Ну и на самом деле мы теперь переобозначим F от Z деленное на C через F большое от Z ка. Ну и вот будем изучать свойства этой функции. Итак, утверждение. При любом K на интервале от нуля до единицы функция F от Z ка по определению интеграл. Вот тот самый интеграл. Комфортно отображает верхнюю полуплоскость на прямоугольник P, который тут нарисован. Это множество W из C таких, что вещественная часть Z по модулю меньше k. Можно так написать. А мнимая часть W от нуля до k' где k и k' следующие константы. Вот я их сейчас напишу. Я надеюсь, что поместится здесь. Итак, k. Теперь это будет определением k. Мы уже поделили на C, так что это новое k. k это f от единицы, естественно. то есть интеграл от нуля до единицы dx. kx, обычный вещественный интеграл. Полный называется эллиптический интеграл первого рода в форме Лежандры, но нам это не очень важно. Вот k это константа больше нуля. И k' 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 это f от бесконечности. Если считать, что бесконечность находится вот здесь и проинтегрировать по мнимой оси, то получится интеграл следующий от нуля до бесконечности dy y на корень из единицы плюс y квадрат, а тут единица плюс k квадрат y квадрат. Вот. Эту формулу я получил, интегрируя по мнимой оси. Значит, интегрировать по мнимой оси. z, z равная и y. То есть вот. Где y от нуля до бесконечности. Вот они, эти формулы. Мы доказали, фактически это утверждение доказано, потому что мы так строили. Достаточно просто то, что мы обозначали раньше f от z, поделить на c, назвать это f от z. Вот и все доказательства. Вот. Ну а теперь некоторые свойства. фактически вот это все, что можно тут сказать. Замечания. Первое замечание. Когда k возрастает от нуля до единицы, k маленькая, возрастает от нуля до единицы, число k большое. Как себя ведет? Давайте посмотрим на вот эту формулу. Я ее еще раз напишу. Интеграл от нуля до единицы, dx, на вот этот корень из многочлена четвертой степени. Это обычный положительный корень. Как ведет себя это число? k возрастает. Значит, k квадрата x квадрат возрастает. Значит, единица минус k квадрата x квадрат убывает. Значит, все подкоренное выражение убывает. Значит, корень убывает. Значит, единица на корень возрастает. Итак, это число монотонно возрастает от значения предельного k от 0, равного вот этому, ну, конечно же, это арксинус единицы, то есть π пополам до k предельного же значения от плюс бесконечность, которая, дай вы просите, от единицы с минусом, которое равно бесконечности. Это интеграл от 0 до единицы dx на просто единицы минус x квадрат, он, естественно, расходится. То, что пределы именно такие, это проще всего с помощью теоремы Лебега об ограниченной сходимости, или о монотонной. Да, вот поскольку у нас тут функции монотонно себя ведут по теореме Лебеги о монотонной сходимости, например. То, что пределы существуют и равны вот этому, это надо обосновывать, но обосновываться это не трудно, особенно с помощью теории интеграла Лебега. Можно и с помощью интеграла Риммана, но это будет... Вот. А k' давайте я про k' теперь скажу. А число k', интеграла от единицы до плюс бесконечности, тоже монотонно себя ведет. Давайте посмотрим, в какую сторону. Итак, если k' возрастает, то подкоренное выражение возрастает, весь корень возрастает. Ну вот, наоборот, значит, получится. Единица на корень убывает, и, значит, вся функция убывает, монотонно убывает. А от чего до чего, я сейчас напишу. Тоже легко посчитать. k' от нуля с плюсом, которое равно интегралу... Ой, простите, я написал от единицы, а надо от нуля. Интегралу от нуля до бесконечности dy на корень из единицы плюс y квадрат. Это логарифмически расходится. То есть плюс бесконечности до k' от 1 с 0. Это интеграл dy на единица плюс y квадрат. Это арктангенс, значит, арктангенс бесконечности, то есть π по полу. И так вот получается забавная картинка, что на самом деле отношение сторон нашего прямоугольника, вот он здесь, оно монотонно себя ведет. Это монотонная функция от k маленькая. Ну и, значит, все прямоугольники здесь с точностью доподобия содержатся. Следовательно, отношение сторон, ну, скажем, вертикальный, горизонтальный, k' деленное на 2k прямоугольника P. В нуле это плюс бесконечность, в единице это 0. Монотонно убывает от плюс бесконечности при k равном нулю до нуля при k равном единице. То есть здесь есть прямоугольники с любым отношением сторон. Ну, естественно, является непрерывной функцией от k. Поэтому здесь есть прямоугольники с любым отношением сторон. Так что можно на квадрат отобразить с помощью этой конструкции при соответствующем k. Можно на прямоугольник с отношением сторон 2 к 1. Кому, в общем, любой, какой хотите, задайте и с любым заданным отношением сторон при надлежащем. Я напишу, это непрерывные функции от k. Вот, это первое замечание. Значит, тут можно было бы на самом деле еще много чего сказать, но давайте я для скорости, может быть, ограничусь этим замечанием и двинусь дальше. Давайте будем считать, что это единственное замечание. Итак, вот мы построили конформное отображение полуплоскости на прямоугольник и поняли, что тут это дает все, что только можно. Значит, на любой прямоугольник можно построить конформное отображение таким образом. Дальше мы рассмотрим функцию обратную к f большое, она называется эллиптическим синусом. И поговорим о ее свойствах. Утверждение. Существует мераморфная функция на всей плоскости. Я ее буду обозначать z, равная g, w. Ну или, впрочем, чтобы было вот так. Мераморфная на всей плоскости c1. Такая, что для всех w из прямоугольника p, вот этого, который здесь, она совпадает с функцией обратной к f большому. То есть это утверждение о аналитическом продолжении с конформным отображением p на плюс обратным к вот этому отображению. w равная f от z от k. И это при любом k. Ну, естественно, она тоже зависит от k. Значит, при любом k. Таким образом, функция обратная к f допускает аналитическое продолжение до мераморфной функции на всей плоскости, подобно тому, как это было в начале семестра с гамма-функцией, z-функцией. Оказывается, обратная к этому конформному отображению функция тоже этим свойством обладает. Можно сказать, мы ее будем обозначать дальше через sn. z равно g от w, sn от w, k. Эллиптический синус. Эта функция называется эллиптическим синусом и обозначается вот так. При этом она обладает следующими свойствами. Давайте я их сразу сформулирую, потому что это все будет доказываться одновременно. обозначается sn и обладает следующими свойствами. Свойства у нее довольно интересные. Она двояко-периодична. g от w плюс 4k, g от w, и g от w плюс 2k штрих и равно g от w. Да, и тут, конечно, тоже не w, а g от w. Для всех w и с c, включая полюсы. тем самым g от w имеет два линейно-независимых над полем вещественных чисел периода 4k и 2k штрих. Множество всех ее периодов представляет собой множество всех целочисленных линейных комбинаций. этих множество всех периодов функции g от w. это вот такая решетка. l м умножить на 4k, плюс m умножить на 2k штрих, где n, m любые целые числа. Такая вот решетка, то есть подгруппа аддитивной группы всех комплексных чисел. Функция множества полюсов, функция g от w, это тоже решетка. Но другая, это лямбда, полюс будет в точке и к штрих, а все остальное будет вот в таких, и плюс еще. То есть давайте посмотрим, как это сказать. И к штрих и, думаю, что вот так. 2n на k плюс 2n плюс 1 на и к штрих. Вот, где m и m, любые целые числа. И все эти полюсы первого порядка. И последнее свойство. Выполнено дифференциальное уравнение. Значит, выполнено дифференциальное уравнение. g штрих от w в квадрате это 1 минус g от w в квадрате на 1 минус k квадрат g от w в квадрате. Для всех w, кроме, естественно, полюсов. Ну вот, это и будем доказывать. То есть вот оно, это утверждение. Наконец-то оно сформулировано. Как это получается? Давайте сделаем. По существу все, что нужно, содержится вот в этой картинке. И в словах применим принцип симметрии. Вот, а картинку сейчас нарисуем. Вот она картинка. Вы ее уже видели. Это просто комфортное отображение полуплоскости на прямоугольник посредством f. Ну а здесь, естественно, обратная функция. По-хорошему ее бы тоже надо было обозначать с двумя аргументами, потому что, естественно, она зависит от k маленькая, от параметра k маленькая. Ну, раз уж я не стал этого делать, то и не буду. Итак, вот наш прямоугольник p. Верхняя полуплоскость комфортно отображается на прямоугольник p. И мы можем применять принцип симметрии относительно любого из... любой из сторон прямоугольника p и любого из отрезков, соответственно, на оси, на вещественной оси плоскости z. Вот, что и будем делать. Извините, здесь штриховка не нужна. Что и будем делать. Будем продолжать по принципу симметрии обратное отображение относительно всех возможных сторон прямоугольника p. Принципы симметрии. Обратное отображение. Я его обозначу g из p плюс. Допускает аналитическое продолжение. Через каждую сторону p. до конформного отображения вдвое большего прямоугольника на объединение верхней и нижней полуплоскости отрезка. на всю плоскость без двух лучей или отрезка. Без отрезка это когда мы относительно верхней стороны прямоугольника вот сюда продолжаем. Тогда, естественно, будет здесь вся плоскость, кроме отрезка от минус одной катой до одной катой. Это вы понимаете. Полученные продолжения тоже допускают продолжения относительно любой из своих сторон. Можно итерировать. Значит, полученные продолжения тоже. Такое аналитическое продолжение. Причем имеется коммутативность. Если мы... Вот чтобы было виднее, я нарисую покрупнее плоскость W. вот она и вот эти прямоугольники. Вот те, которые получились на первом шагу. Вот они, черные. Ноль, К. Они отображаются на нижнюю полуплоскость. Каждый из них может быть... Опять-таки, каждый из этих отображений на черных прямоугольниках может быть продолжено в соответствующий белый. Вот я их рисую. До отображения, опять-таки, пара черный-белый отображается опять на всю плоскость без двух лучей или отрезка. Но при этом заметим следующее. Что если мы пройдем отсюда вот из одного белого в другой сначала так, а потом так, то вот эти два пути дадут одно и то же. Потому что... Потому что здесь мы... Здесь эти отражения коммутируют, естественно, между собой. Это просто центральная симметрия. И композиция и того, и другого центральная симметрия. А в плоскости Z это отражение два раза. Сверху вниз и снизу вверх. Значит, это тоже... То есть, этой точке оба способа, вот так, так и вот так, так, сопоставляют одно и то же значение. То есть, для любой точки W0 из исходного прямоугольника значение в точке W1, полученное так и так, будет одно и то же. Вот. Для любой точки W0 из P значение продолжений вдоль вот этих двух путей сначала так, а потом так. Вот. В точке W1 совпадают. Корректно. Корректная процедура. Тем самым, действительно, получаем продолжение на всю плоскость. Вот попарно будут черные и белые квадраты, прямоугольники, и получим продолжение на всю плоскость. тем самым, получаем продолжение от функции G SPFP+, на всю плоскость С. Кроме вершин прямоугольников, они, к сожалению, вот эти вершины не попадут. Кроме вершин прямоугольников. Потому что по принципу симметрии мы добавляем открытые отрезки. Мы добавляем открытые отрезки, и поэтому вершины не попадут. Но в них, естественно, особенность устранима. Но в них, поскольку предел конечен, каждый раз они попадают в одну из этих точек. В них особенность устранима. Так как существуют пределы, которые, естественно, являются одной из точек плюс-минус один плюс-минус единица на К. Вот. Ну и тем самым мы получили вот это. Между прочим, формально говоря, надо еще вот на что обратить внимание. Вот в этой точке, это точка отвечает бесконечности. И более того, продолжение на вот этот прямоугольник вдвое более высокий показывает, что здесь полюс именно первого порядка. Этот прямоугольник отображается конформно на всю плоскость без отрезка. И там, благодаря критерию локальной однолитности, полюс в точке ИК должен быть первого порядка. Давайте это напишем. Прямоугольник с вершинами вот этот плюс-минус К плюс-минус 2ИК штрих отображается аналитическим продолжением, то есть функции Ж. конформно на всю плоскость без отрезка минус 1К 1Ка. Здесь К маленькая, конечно. Причем Ж от ИК штрих равно бесконечности и полюс, ну то есть это полюс, распредел равен бесконечности по определению полюс. и этот полюс первого порядка. по критерию локальной по критерию локальной однолитности. Ну, будь он более высокого порядка, в окрестности этой точки не была бы взаимно однозначной, не была бы однолистной функция Ж, а она однолистна, мы же понимаем, что это конформное отображение, так что взаимно однозначное. Вот, так что вот получается, что это первого порядка полюс. Ну, где еще полюсы? Понятно где. Они будут отражаться при каждом применении принципа симметрии. Получится вот здесь, в точке 2К плюс ИК штрих. Получится вот здесь, в точке 3ИК штрих. Ну и естественно, мы уже понимаем где. Вот, это как раз та решетка лямбда. Значит, образы точки ИК штрих при всех отражениях образуют решетку. Других полюсов нет, понятно, потому что больше бесконечно и что не переходит. Все остальное переходит в конечные точки. Тем самым доказан пункт 2. Вот. Других полюсов по построению нет. Вот. Значит, доказано свойство 2. Свойство 1. Двояка периодичность. Получается следующим образом. Значит, доказательство свойства 1. Мы берем произвольную точку. Ну, например, докажем вот это равенство. И два раза отражаем относительно вертикальных сторон. Первый раз вот отражение. Пусть W0, любая точка из P. Тогда первое отражение такое, второе отражение вот такое. Композиция этих двух отражений это в точности прибавление 4K. Ну, естественно, это параллельный перенос на удвоенную сторону этого прямоугольника. Что произойдет? Это вот при двух отражениях в плоскости W. Вот что будет. А что будет в плоскости Z? А в плоскости Z сначала у нас была точка ну, вот G от W0. При первом отражении ее образ стал такой, вот этой новой точке промежуточной. А при втором отражении он, естественно, вернулся сюда. И поэтому мы получаем, что G от этой точки равно G от этой точки. Композиция симметрии относительно двух вертикальных сторон это вот такое. Это прибавление 4K. Следовательно, по принципу симметрии G принимает там одинаковые значения. По принципу симметрии. Ну, для всех W0 из P, а тогда и вообще для всех. А тогда по теореме единственности и вообще для всех W0 из C. Ну, и аналогично второе доказывается, только надо вертикально отражать. Тут будет, вот как вы понимаете, прибавление 2IK-штрих. Это второй период. Понятно, что все эти числа тоже будут периодами, разумеется. То, что других не будет, в принципе, это тоже ясно. ни за какое меньшее расстояние новую точку мы не получим. Точнее, ту же самую точку мы не получим. В принципе, по картинке хорошо видно, что никаких вещественных меньших периодов нет и никаких таких тоже нет. Может быть, я не буду подробно обосновывать, что других периодов нет. Давайте это оставим в качестве задачи. А дифференциальное уравнение получается... Давайте я сотру уже доказанные пункты 1 и 2 и скажу про вот это. Оно, разумеется, получается по теореме о дифференцировании обратной функции. Фактически, это производная обратной функции. Так что вот это вытекает из теоремы о производной обратной функции для всех W и SP. Ну а тогда по теореме единственности и все. Кроме полюсов, конечно. В полюсах производная тоже равна бесконечности. И вот, собственно, все доказательства. Это просто формула производной обратной функции. Вот, может быть, теперь, скажем, пару упражнений. Доказательства на этом закончены. Вот первое упражнение. Почему синус? Почему эллиптический? Тоже не очень ясно. Но почему синус объяснить можно. Итак, первое. Покажите, что предел приказ, стремящимся к нулю эллиптического синуса это обычный синус для всех W и СС. Ну, вы скажете, как такое может быть? У эллиптического синуса есть полюсы, а у обычного их нет. Да, полюсы есть, но они в разных точках и они уйдут на бесконечность, когда вы будете k устремлять к нулю и в итоге все будет нормально. Сначала надо это сделать сначала для W и СП рассмотреть обратную функцию f от zk и ее предел. Вот проще с обратной функцией приказ, стремящимся к нулю плюсам. Ну, затем продолжить на все p. На самом деле p зависит от k но все эти p будут фактически все эти p будут содержать будут содержать множество точек где мнимая часть W простите, вещественная часть W меньше pi пополам. И вот на этом-то и можно рассмотреть. Затем для всех W. В общем, вот это упражнение. Второе упражнение. Рассмотрим конформное отображение полуплоскости на вот такой шестиугольник, где это интересная функция, вдавленный, такой вдавленный внутрь прямоугольник. Или дополнение к одному прямоугольнику в другом. Вот. Это будет точка пусть 0, тут тоже 0. Ну и мы предполагаем, что вот так оно действует. вот такое. Ну, покажите, что f от z это интеграл от 0 до z z на корень из некоторого многочлена шестой степени для некоторого полинома p6 в степени 6. И что обратная функция будет иметь точки ветвления, что множество точек ветвления аналитического продолжения обратной функции тут тоже по принципу симметрии можно бесконечно продолжать, но уже образы будут покрывать естественно не однозначно, не в один слой всю плоскость, и будут точки ветвления тем самым. Так вот, если отношения вот этих сторон h1 h2 если они оба иррациональны, то множество точек ветвления будет всюду плотно, что множество точек ветвления аналитического продолжения обратной функции на всю плоскость будет всюду плотно. если числа h1 деленное на h2 и k1 деленное на k2 иррациональны. Это забавная полная аналитическая функция с интересным свойством ее сужения иррациональны. Следовательно, существует полная аналитическая функция на ну вот на чем вот вопрос полная аналитическая функция а на чем сказать мы не можем потому что ее сужение на любой открытый круг содержит точки ветвления через которые элемент не продолжается. Таким образом на чем вот нельзя сказать у нее нет области определения то есть ее область определения в том смысле как мы это понимаем то есть чтобы любой элемент продолжался там вдоль любого пути просто пуста вот существует полная аналитическая функция сужение которой ни на какую ни на какое открытое подмножество d s не состоит из аналитических не является одной или несколькими аналитическими функциями d вот скажем так так что здесь мы приходим к гораздо более сложной структуре особенностей то есть получается что получается что это полная аналитическая функция по сравнению с аналитической функцией в области может быть устроена совершенно ужасно вот как здесь она может не распадаться на аналитические функции ни на какой ни на каком открытом подмножице плоскости кроме того у нее множество периодов всюду плотно что тоже вот с точки зрения у эллиптического синуса это была решетка периодов а здесь это все образы вершин при отражениях и получается что множество периодов тоже всюду плотно исторически это было предметом в середине 19 века больших ну вот началом большой теории которая привела постепенно к теории нескольких комплексных переменных и так называемых абелевых функций задачи обращения якобы но мы об этом говорить сейчас не будем а двинемся дальше вот мы поговорили про эллиптический синус он не одинок в том что является двоякопериодической функцией имеют два линия независимых периода такие функции называются эллиптическими и вот мы поговорим про них итак определение и свойства да давайте пожалуйста я слышу это определение мы же определили на прямоугольнике как обратную к f и продолжили ее по принципу симметрии на всю плоскость совершенно верно итак нейроморфная функция на всей плоскости c f неравная тождец на константе называется эллиптической если существует два числа тава 1 тава 2 комплексных линейно независимых над r ну естественно они не нулевые линейно независимые над полем вещественных чисел такие что каждая их целочисленная линейная комбинация является периодом что f от z плюс k1 tau 1 плюс k2 tau 2 равняется f от z для всех k1 k2 из целых выполнено равенство для всех z из ци включаю полюс если они есть вот мы сейчас увидим что они всегда есть это вот итак если tau 1 и tau 2 являются периодами иными словами должны можно было бы конечно требовать это только для tau 1 то есть при k1 равном единице k2 равное нулю достаточно этого требовать и наоборот при k2 равной единице k1 равное нулю тогда это для всех будет вытекать вот в этом случае f также называется l периодической где l это решетка вот множество k1 тава 1 плюс тава 2 решетка подгруппы аддитивной группы комплексных чисел имеющие 2 образующие линейне линейне независимое динейне образующие образующие пример решетки мы уже видели прямоугольная давайте сформулируем их свойства и посмотрим что можно сказать про таких функций примером является электрический синус естественно. Например, эллиптический синус SnZK, при всех K. Свойства такие, первое утверждение. Можно эллиптические, L-периодические функции с одной и той же решеткой L, можно, естественно, складывать, умножать, делить, если только не на 0 тождественный, а тождественный 0 запрещен. Кстати, складывать тоже, если мы сложим F с минус F, то получим константу, которая запрещена. Вот. Ну, поэтому я так сформулирую. Множество всех L-периодических функций, мераморфных на всей плоскости, вместе с функцией, тождественно равной нулю, её надо обязательно добавить, является полем, вот там уже можно делить на любой элемент, отличный от нуля, является полем, то есть замкнутым относительно всех алгебраических операций, включая деление на функцию, неравную тождественную нулю, и замкнутым относительно дифференцирования. Производная эллиптическая функция тоже эллиптическая функция. Относительно интегрирования, она, конечно, не замкнута. Ясно, что первообразные уже совсем не обязаны быть вообще даже мераморфной. Ну, доказательства вполне очевидны, поэтому я особо тут не доказываю. Второе утверждение. Не бывает эллиптических функций без полюсов. Значит, множество полюсов любой эллиптической функции не пусто. Доказательства. Давайте сразу введем понятие параллелограмма, фундаментального параллелограмма или параллелограмма периодов. Рассмотрим любые два линейно-независимых периода Тау-1, Тау-2 и рассмотрим вот такое значит, множество для любой точки Z0 из С и любых линейно-независимых периодов Тау-1, Тау-2 Тау-1, Тау-2 функции F множество вот всех точек вида давайте его обозначим Пи не путать с верхней полуплоскостью тут будет без индекса Пи множество точек вида Z0 плюс C1 Тау-1 плюс C2 Тау-2 где C1, C2 на полуинтервале от нуля до единицы я боюсь я начал писать так, что это будет непонятно давайте вот здесь я напишу итак, множество Пи всех точек вида Z0 плюс C1 Тау-1 плюс C2 Тау-2 где C1, C2 на полуинтервале от нуля до единицы называется фундаментальным параллелограммом или параллелограмм периодов это такая вот ячейка параллелограмм параллелограмм ясно, что если такие ячейки сдвигать на все векторы решетки то они покроют однозначно и без налеганий всю плоскость поэтому вот это фундаментальный параллелограмм это такая ячейка периодичности во всех остальных значениях будут все то же самое если и так это просто понятие параллелограмма а теперь собственно доказательства если f эллиптическая функция l периодической функции без полюсов то естественно f непрерывно на замыкание этого параллелограмма ну и следовательно ограничено f ограничено на замыкание g compact замыкание фундаментального параллелограмма compact вот она ограничена а в силу периодичности она значит ограничена тем же самым всюду и на значит f ограничено всюду на c в силу периодичности той же константы ну раз уж мы заговорили о константах давайте будем писать что модули функция модули f ограничена некоторой константой на параллелограмме ну тогда она и всюду ей ограничена ну тогда по теореме Леувилля f константы противоречие с определением на самом деле исторически теорема Леувилля была сформулирована именно для эллиптических функций что не бывает эллиптических функций без полюсов а то что мы называем теоремой Леувилля это средство для доказательства которое вот Леувилль придумал и теперь вот все это изменилось ну что ж вот определение количество полюсов эллиптической функции f в ее фундаментальном параллелограмме с учетом кратностей называется порядком но оно естественно не зависит оно не зависит от того какой именно параллелограмм периодов мы выберем поскольку все полюсы находятся вдоль решетки именно с таким параллелограммом вот ну и вот здесь это получается ну вот следующее свойство в том то есть мы видим что не бывает не бывает эллиптических функций порядка ноль но на самом деле следующий порядок один значит чтобы был ровно да пожалуйста а вот в том утверждении которое в поле эллиптических функций константы давайте подумаем значит дополнять надо не только не только нулем но и константами это резонно да резонно вместе значит да все л периодически плюс плюс константы спасибо да я согласен пожалуй да да правильно правильно сдвиги на константы да тоже допустимо значит не только ноль да а вообще с тождественно постоянными функциями надо все цель добавить да спасибо ну вот я вернусь тогда к порядкам эллиптических функций утверждения сумма сумма вычетов это третья сумма вычетов любой эллиптической функции по всем полюсам в параллограмме периодов равна нулю в частности не бывает эллиптических функций порядка 1 порядок любой эллиптической функции больше либо равен 2 ну вот доказательства это сумма вычетов значит 2π на сумму вычетов равна интегралу естественно по границе фундаментального параллограмма f от z d z считая что на границе нет полюсов ну что с двигом всегда можно добиться всегда достижимо сдвигом замены z0 вот а этот естественно равен нулю потому что интегралы по противоположным сторонам в силу периодичности сокращаются значит в силу периодичности то есть мы интегрируем фактически одну и ту же функцию по одному и тому же отрезку вот но с разными знаками вот значит вот в силу периодичности сумма интегралов от f по противоположным сторонам равна нулю вот ну вот так оно и получается это первое а второе если полюс только один причем с учетом кратности значит он первого порядка значит причем первого порядка то получается что вычет в этом полюсе равен нулю а это противоречие то есть вообще главная часть ряда лорана состоит из нуля а противоречие значит главная часть ряда лорана тождественно равна нулю противоречие вот так что не бывает не бывает эллиптических функций порядка один порядка два бывает пример синус эллиптический вот упражнение проверьте что эллиптический синус имеет порядок два сн zk эллиптическая функция порядка два при всех k ну и может быть на этом мы давайте на сегодня закончим чтобы подробнее поговорить в следующий раз о дальнейших свойствах эллиптических функций а ну и ну и ну и ну и Субтитры создавал DimaTorzok